Доброго времени суток, досточтимые дамы и господа. Сегодня я снимаю свое видео утром. Если, конечно, часть дня можно назвать утром. Но я просто, как правило, очень поздно ложусь спать. В среднем в 4, в 5 утра. В лучшем случае в 3. Поэтому утро у меня начинается позже, чем у обычных людей. А не то, чтобы я относил к себе к классу особенно необычных, но отчасти необычных, да. Так вот, сегодняшнее видео будет подсвечено такой теме, как воспоминания о леди. Это будет разговор о природе. И разговор о, конечно же, детских воспоминаниях. Потому что для меня леди — это прежде всего детство. И немножко, конечно, мы будем говорить об осознанности. Потому что я считаю, что разговор об осознанности никогда не помешает. Это еще одно напоминание о том, что все-таки следует нам больше пребывать в настоящем моменте. И хотя сейчас в этом видео я буду погружаться в воспоминания, все же в основе будет лежать обращение, прежде всего, к вам, дорогие зрители. Потому что в данный момент нет ничего важнее, чем объяснить вам именно эмоции, которые я испытываю. И попытаться передать вам эти эмоции. Потому что мне кажется, что самое главное, чем мы можем поделиться в диалоге, пусть в таком аналогичном, это попытаться передать свои эмоции другому человеку. И в некоторых случаях, если это возможно, ощутить его эмоции. Вот этот эмоциональный обмен, я считаю, более важным, чем обмен какими-то фразами, мыслями, фактами, идеями. Поскольку факты идей мы можем из Википедии почерпнуть или еще из какой-то книги, к примеру. А вот что касается обмена чувствами, сопереживания, это мало, конечно, доступно при использовании интернета. Но сейчас у нас с вами как раз такой момент, когда несмотря на то, что данное видео записывается для интернета, я все же хотел бы вам передать свои эмоции. И если это будет возможно, хотелось бы, чтобы вы вместе со мной ощутили то, что я испытывал ранее. Для меня лето — это особая пора. Когда я был по-младшему, не учился еще в школе, частенько, особенно сему, мне снялось лето. И это было такое волшебное-волшебное чувство, которое рассеялось, к сожалению, когда ты просыпаешься. Сейчас возвращаюсь назад к этому летнему, так скажем, опыту. Я чувствую, что мне снятся сны о лете не только потому, что я люблю, когда тепло на улице, и когда много листьев на дереве. Но прежде всего потому, что возвращение к детским воспоминаниям дарует какую-то удивительную защищенность, чувство такого осязаемого внутреннего тепла. И поэтому я с большим удовольствием возвращаюсь в эти состояния. Особенно теперь как-то, ну скажем так, можно сказать, что вера в окружающую меня действительно несколько нечто позитивное немного утрачена. Соответственно, разум, возможно, ищет какого-то спасения в детских воспоминаниях, в том числе в каких-то таких состояниях, где я чувствую себя спокойным, защищённым, внутренне, скажем так, исцелённым. И мне хотелось бы окунуться в эти воспоминания вместе с вами. Странно, может быть, это странно, я не знаю, но с той поры, как я начал немного путешествовать вместе со своей супругой, мне стал сниться именно отдых. И я сейчас пытаюсь обратиться к этому опыту и понять, это сны о самом отдыхе, то, что свидетельствующие о том, что мне не хватает его. Или что всё-таки это опять-таки возвращение вот в это летнее состояние, когда ты на каникулах, когда впереди ещё целое лето, и ты знаешь, что можно будет, как это говорится, по-молодшиному отрываться по полной. Возможно, это ещё и такое обращение к инфантильности, к своим состояниям, в которых хочется быть маленьким, несмотря на свой уже немалый возраст. И вот это возвращение к детским состояниям, оно согревает душу и позволяет двигаться дальше, потому что это такая базисная вещь, позволяющая построить основание дня. Вы же, наверное, знаете, что если утром проснуться и подумать о чём-то позитивном, то восприятие реальности нацухлотений окрашивается в эти позитивные тона. Поэтому, когда начинает так часто снится лето, отдых, я воспринимаю это как сигнал организма, требующего остановиться. Надо сказать, что в последнее время мои размышления были не очень позитивными. И, в общем-то, снимать эти видео я начал как раз для того, чтобы и самому прийти в какое-то внутреннее равновесие, более уравновеситься. И для того, чтобы в процессе обретения этой внутренней гармонии я смог ещё поделиться с кем-то, потому что я ощущаю какую-то такую сильную, навязчивую, можно сказать, потребность, чтобы со мной в этих процессах участвовал кто-то ещё. Но я считаю, что YouTube — это такое отличное место, где можно поделиться во всем, что ты чувствуешь. И почему я именно выбрал формат ASMR такого шёпота — это прежде всего, потому что он позволяет создать более особой интимности между мной и вами, и теми, кто меня слушает. Мне хотелось бы, чтобы вот такая вот атмосфера близости установилась как можно быстрее. почему? Прежде всего, потому что данное видео направлено на релаксацию, а отсутствие близости, напряжённости и зачащенности, она, соответственно, влияет негативно на такую возможность релаксации. вообще это видео будет и в этом видео будет, и это видео уже есть. И это видео ещё и о том, как мне нравится природа. Ну, это банально, да, прозвучит, но каждый раз, когда у меня силы на исходе, и каждый раз, когда я ощущаю, что вот тут, ну, уже всё, просто не хватает мощности для того, чтобы продолжать, я стараюсь вглядываться в то, что не создано руками человека, это, прежде всего, в деревьях. Вокруг нас очень много бывает деревьев, мы, конечно, не в лесу живём, но, тем не менее, даже в городах можно найти ещё достаточно много деревьев. И для меня деревья являются такими источниками энергетической подпитки. Не в таком смысле, что я хожу их обнимаю и оттуда черпаю какую-то энергию, а в том смысле, что когда я просто вижу дерево как символ какого-то нерукотворённого создания чего-то, то, что существую здесь уже достаточно много лет, и в относительном спокойствии ко всем внешним раздражителям проводят своё время, я и сам наполняюсь вот этим внутренним спокойствием. Конечно, летом сделать это гораздо проще, потому что летом деревья выглядят более живыми, чем зимой. И зимой они, безусловно, не мертвы, но они спят. А зима у нас бывает длится довольно долго, где-нибудь полгода. Мы сами погружаемся в какую-то внутреннюю спячку. И, кроме того, вокруг нас, как правило, ну такая атмосфера, я имею в виду, прежде всего погода, что хочется немножко закрыться одеялком и никуда вообще из дома не выходить. Это достаточно длительный период времени. Но многие из нас, так или иначе, вынуждены ещё и на работу уходить, выполнять какие-то обязанности, быть под прессом, гнётом, сколько у меня позитивных слов начальства, которое от нас чего-то хочет. Соответственно, в сочетании с погодой вот этой зимой может настолько усиливаться депрессивное состояние, что даже деревья перестают помогать. И тогда мне организм, по крайней мере, посылает очень сладкие светлые сны. Сны о лете, сны об отдыхе, сны о путешествиях. Видимо, в последнее время моё эмоциональное состояние достигло какого-то пика, и мне эти сны снятся постоянно. То есть практически каждый день, почти каждый день я куда полетаю, уезжаю, еду в поездах, приезжаю на море. И, к сожалению, все они говорят о какой-то краткости моего пребывания здесь. У меня это веду в этой земной жизни, о том, что всё заканчивается и нужно торопиться. Потому что, как правило, это последний день отдыха, это уже какой-то финальный аккорд, и я пытаюсь со всех сил успеть надышаться морем, солнцем. Но где-то в глубине у меня есть чёткое ощущение, что всё это очень скоро закончится. По крайней мере, то, что происходит во сне. И, соответственно, я это вижу, отражение этих снов я вижу в своей жизни. Но вижу, что ощущение близящегося конца — это такое вот состояние, которое у меня бывает регулярно. Зачастую это как-то обездвиживает и желание двигаться вперёд исчезает. Вот, честно говоря, как один из факторов, который меня стимулирует к продолжению этой жизни, как какой-то её попытка, моё насыщение, насыщенность поискований — это съёмки видео, которые позволяют мне почувствовать, что жизни не то чтобы не напрасно вообще, то есть слово такое странное — напрасно, не напрасно, но позволяют ощутить, что в этой жизни есть какой-то позитив, с которым я сам хочу поделиться с другим. Поэтому вот этот опыт соприкосновения с летом, опыт соприкосновения с природой — я лично считаю бесценным. Это такая удивительная возможность переключиться, перестроиться. и что очень позитивное — это можно сделать в любой момент, это есть всегда рядом с нами. В дереве достаточно где-то открыть окно, выглянуть, и можно заметить где-то дерево. Можно даже к нему и подойти, и потрогать его, ощутить его текстуру под руками, потому что прикасаться к дереву, да, ещё более, наверное, интересно, чем смотреть на него. Ну, лучше, конечно, и то, и другое. А вот этим летом у меня был такой очень интересный опыт, такой удивительный инсайт. Я катался по городу в поисках стоматологической поликлиники. И у меня был её адрес, и я не хотел пользоваться навигатором, поэтому я так на ощупь, скажем так, ехал и заехал в такой район в своём городе, где есть, как оказалось, парк. И, честно говоря, я не помню этого парка как такового. Но, когда я был маленьким, мы приезжали к этому парку. Там был очень небольшой такой пруд, на нём летали стрекозы. Я был совсем малышом, и было вот как раз лето, и какое-то вот отражение этого парка осталось у меня в ранних этих воспоминаниях. Я приехал в этот парк, ехал на ЛС-5. Я люблю вообще ездить на ЛС-5. Ну, скажем так, предпочитаю ездить на ЛС-5. Я не всегда люблю немножко завро, потому что бывает это сложно, тяжело, не хочется. Но основную часть я передвигаюсь времени на велосипеде. И я еду там в своих мыслях о чём-то, размышляю традиционно, погружённо в себя, вместо того, чтобы осязать окружающую реальность всеми органами чувств. И вдруг я так ощущаю, ух ты, ё-моё, думаю, что происходит, почему же так вокруг красиво. Я оглядываюсь вокруг и вижу, что я подъехал к этому парку. Там такие огромные деревья, соответственно, очень много лет. Я фишаю эти вот эту аллею, где кроны, где кроны образуют такую нишу затемнённую. И я понимаю, боже мой, до чего это красиво, это просто ошеломило меня в тот момент, насколько глубоко внутри я ощутил такую исключительную радость бытия в этот момент. Такое ощущение насыщенности жизни. То вот меня окружают эти деревья, они образуют такой удивительный затемнённый проход. И это настолько прекрасно и настолько великолепно, настолько наполняет меня восторгом, что просто удивительно как можно было жить и не видеть этого парка, скажем так. Потом я ещё сходил погулять в этот парк, чтобы ощутить ещё раз вот это соприкосновение. Это чувство уже не было таким интенсивным, но всё же оно было. Мне вот, знаете, к таким вот воспоминаниям хочется возвращаться, я не считаю их такими регрессивными и негативными. Есть минуты, секунды, когда мы как будто соприкасаемся с каким-то удивительным волшебством в нашей жизни. И чаще всего это происходило, конечно, в детстве. В детстве мы не столь критически относились к нашим ощущениям и не подвергали их постоянным анализам. Поэтому мы были способны испытывать такой чистый детский восторг, удивительную радость жизни без примесей, поисков смыслов, размышлений о том, зачем это, к чему и так далее. Просто мы получали такую живую, бодрящую радость бытия. И вот в этом парке я опять соприкоснулся с этой живой, бодрящей радостью жизни. Это было просто великолепно. И вот сегодня, к счастью, такое голубое небо вокруг, хоть немного, но светит солнце. Снег немножко переливается. И это создает опять-таки ощущение такой радостных таких переживаний, очень живых. Вот чего лично мне и многим нам, мне кажется, не хватает. Это живость. Потому что мы живем как будто закрытые в какой-то банке. Причем не только полиэтиленовой крышкой поролоновой. Но еще и сверху накрытые каким-то полотком сквозь который очень слабо проникает свет. И к жизни мы прикасаемся зачастую, как в резинах, таких толстых перчатках для электромонтеров. То есть мы ощущаем такой узкий спектр, такой узкий спектр эмоций и ощущений. Мы настолько порой не живы, а полумертвы, что, ну честно говоря, аж как-то не по себе становится, когда ты осознаешь такой холодящий ужас бежит по спине при мысли о том, насколько мало внимания уделяется самой жизненной. И я за то, чтобы воспоминания позволяли бы заново ощутить жизнь. А не вводили нас еще больше в такое небытие. Потому что чаще всего груз наших размышлений настолько как-то безжизненно, настолько пуст. В таком сартровском понимании пустоты, а не в позитивном. Хотя как раз у сартра оно скорее было позитивно. Но, скажем так, в негативной части понимания сартровской пустоты. Что жить вот так, ну это грустно, просто печально, когда смотришь сбоку на себя, на свою жизнь. И понимаешь, что большая часть это такие вот негативные размышления. И отсутствие простой радости бытия. И я ощущаю вот сейчас интуитивно, что это возможно получать от жизни эту радость бытия. При этом, ну, совсем необязательно для этого предпринимать какие-то безумные вещи, повышать в лист на полгода, чтобы ощутить радость бытия, перестать пользоваться интернетом. Ну, какие-то вот такие, знаете, бывают радикальные советы. Это можно ощутить прямо здесь и сейчас. И, честно говоря, я сейчас когда вот это видео записываю, я ощущаю уже гораздо большей радости бытия, чем до того, как я его начал записывать. Хотя бы из-за того, что мне удалось с вами поделиться вот этой информацией. Казалось бы, не столь многозначительный. И ничего такого я вам не рассказываю, чего бы вы сами не знали. Но пороги, знаете, даже банальные вещи нужно вот так озвучить, чтобы остановиться на секунду и задуматься, слушай, так сказать, слушай, отчасти сделай. Самое главное, зачем? Зачем я это делаю? Вот это вот то, чем я хотел бы заниматься всю жизнь, это правда? Или я хотел бы по-другому? А если я хотел бы по-другому? Если я ощущаю, что живу я не так, как нужно, может быть, стоит хотя бы немножко, хотя бы на какое-то время изменить угол зрения? Потому что бывает, что обстоятельства сложно изменить в силу разного рода обязательств, которые перед нами стоят и необходимости выполнения тех или иных действий. Мы, бывает, не можем, честно говоря, вырваться из тех обстоятельств, в которых мы находимся. Но изменить свое мироощущение, хотя бы на какой-то небольшой промежуток времени, это ведь вполне возможно. И я вижу в этих вот детских воспоминаниях о лете, той беспечности, которая была летом, я вижу в этом всем потенциал для изменения текущей реальности, или, по крайней мере, не самой реальности, так и нашего отношения к ней. То есть вы прекрасно понимаете, что 99% наших проблем связаны с нашим восприятием, а не с объективной реальностью. Мы все время расстраиваемся, грустим и депрессируем из-за тех вещей, которые у нас в голове чаще всего, а не те, которые находятся снаружи нас. И, скажем так, радость бытия — это не обязательно получение каких-то удовольствий. Радость бытия — это возможность смотреть и видеть, а не просто смотреть. Поэтому, подходя уже к концу этого видео, я хочу призвать, ну, конечно, как без призыва, к изменению хотя бы на секунды, хотя бы на минуты наших ощущений. То есть вот так вот давайте хотя бы раз в день осмотримся, увидим деревья, увидим траву. Ну, если это зимая, травы нету, но тяжело без травы, конечно. Тогда хотя бы просто деревья, если не помогает видеть, давайте подойдем, потрогаем. Скажите, когда последний раз хотели деревья трогать. Пусть даже все на вас как на психа будут смотреть. Но, тем не менее, попробуйте. И я призываю к тому, чтобы хотя бы раз в день, хотя бы на минутку, хотя бы на десять секунд, ну, и попытались оглянуться вокруг себя, увидеть не только еще и деревья, но и людей, увидеть окружающий мир, а не пребывать постоянно в размышлениях, в тревогах, в каких-то таких зациклинных состояниях. Кстати, да, люди, они ведь тоже нерукотворные. И в них можно тоже черпать удивительные ощущения и эмоции. Но об этом мы поговорим в следующем видео. А сегодня я хочу поблагодарить всех за возможность поделиться с вами своими воспоминаниями и размышлениями за то, что вы прослушали это прекрасное, скромное, да, скромное видео. И до новых встреч на канале Альматороса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока для меня все это еще очень важно. Вот. И я буду рад общению в комментариях. До новых встреч.